Он должен стать не градостроительной ошибкой, а находкой. Речь идет о будущем корпусе АГУ, вокруг которого не утихают споры. Это примерное расположение здания, пока на месте находятся мусорные баки и парковка. У нас две задачи. Первая – это построить корпус АГУ. Все-таки это не магазин, это не жилой дом, это корпус университета. И вторая задача – сделать, улучшить ситуацию вокруг. Найти правильное градостроительное решение, когда строительство не ухудшит территорию, а улучшит. У нас проектом предусматривается не только строительство корпуса, проектом предусматривается благоустройство прилегающих территорий и формирование общественных зон. Какой будет концепция территории, сколько этажей будет в корпусе, и будет ли оно в диалоге с соседним корпусом АГУ на Димитрово-66, все это станет известно после конкурса проектов, который стартовал уже сегодня. Он будет открытый, с широким публичным обсуждением. Там будет, я насколько знаю, учитывается общественное мнение, люди будут голосовать и смотреть. В общем, поэтому это такое общегородское, можно сказать, мероприятие. В конкурсе будут участвовать архитекторы с именем, а также еще никому неизвестные таланты. Именно на уровне конкурсных идей, которые невозможно предсказать, какие будут, это именно поиск творческий идет. И может быть очень интересный результат, который может на многие вопросы отвечать. Проводить конкурсы – это самое правильное дело. Не мы это придумали, это во всем мире, это во всех городах так. Вся информация о проведении конкурса размещена на сайте Архигрупп. На подачу документов отведен месяц, а уже 29 марта станет известен победитель конкурса. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.